привет друзья с последними новостями из весенней чехии 2020 году почему весенний потому что у нас сейчас 23 декабря канун рождества а на улице плюс 10 дожди уже третий день упасит и еще в прогнозах будут дожди короче что происходит сейчас в чехии все ждут последние новости потому что реально две главных новости интересуют сейчас большинство жителей чехии и тех людей тех иностранцев у кого интересуют конечно же не знаю может кого-то интересует что происходит здесь это две новости это принятие налогового закона с новыми налогами 2021 году и вторая новость это опять же продление чрезвычайного положения все эти новости в принципе уже опубликовал уже есть изменения значит начнем с продлением чрезвычайного положения сразу хочу сказать что его продлили здесь на 30 дней это первый раз когда продлили на такой большой срок обычно продлевали там на 10 12 15 дней сейчас продлили на 30 дней 22 января что она дает чтобы тоже не путали потому что начали там мне писать что мы там балабольничаем что мы бред несем какой-то значит первое чрезвычайное положение это не закрытие границ как было весной это дает право правительству принимать какие-то меры с борьбой коронавируса с борьбой против коронавируса то есть не так что там сразу почему двины знают да вины и окажут вот и начали мне там расписывать то что ты несешь все выезжают границы закрыты границы открыты конечно границы открыто никто не них не закрывал границы закрывали весной потому что все те европа закрывалась весь мир закрывался сейчас никто об этом даже не говорит, о продлении визах тоже никто не говорит, потому что нет таких законов, никто их реально не делал и не будет делать, это гарантию вам дают. Вот. Поэтому то, что там кто-то пишет, сначала разберитесь с этим вопросом, о чем вы пишете, почитайте название, а потом уже возмущайтесь, а то получается возмущение, и в итоге непонятно, о чем кто вообще рассказывает, а кто-то другой подхватывает, и вообще получается какой-то хаос, каламбур. Ну, в принципе, как и у нас в стране, вот то же самое и в этом сообществе получается, такой бредятина. Вот. Так что вот приняли вчера, 22 декабря, правительство Чехии, продление чрезвычайного положения до 22 января. Что будет означать? Это комендантский час, сейчас действует с 11 вечера до 5 утра, это обязательное ношение масок, я сейчас без маски, потому что возле меня никого нету, чтобы вы там не думали, на расстоянии 2 метров, поэтому, соответственно, я могу ходить без маски. Обязательное ношение маски в внутренних помещениях, то есть в середине помещений, там, да, там обязательно нужно их носить, на работе, заходишь в магазин, в аптеки, и во все помещения внутренние, там, да. вот сейчас, в принципе, маска у меня со мной, вот она, вот я ее буду одевать, сейчас иду в магазин, поэтому сразу буду одевать. Так что, такая вот система. Дальше, опять же, все меры, которые озвучивал там ранее, закрыты рестораны, закрыты магазины, определенные. Вот сейчас еще будет вестись информация о том, что будут решать либо с 25, либо с 27 декабря, ужесточать меры и переходить на пятый уровень по системе ПЭС, такая собака, которая у них на страже коронавируса. Вот они хотят это все перейти на самый максимальный жесткий уровень, тогда вот закроется вообще все, и тот же комендантский час будет уже с 9 часов до 5, закроются все магазины, будут работать только продуктовые магазины, и больше ничего не будет работать. Ну, то есть, необходимые в первую очередь продукты, все остальное до свидания. То есть, закрытие границ никто ничего не говорит, будет или не будет. Выезжаете, самолеты летают, если авиасообщение работает, значит, все работает хорошо. Автобусы то же самое. Уточняйте, у перевозчиков, кто едет, как едет, через ту же Польшу, через Словакию. Польша, допустим, знаю точно, не пропускает рабочие визы трехмесячные. Это факт. ВНЖ частично не пропускает, не пропускает. То есть, это рабочие карты. На выезд из Европы всех выпускают. Пожалуйста, выезжайте, кто куда хочет. Въезд, все зависит от смены. То есть, они могут реально пропускать, могут не пропускать. Поэтому уточняйте у своих перевозчиков. Ну, а лучше, конечно, летайте самолетами. Там уже 100% прямые соединения с Киева, ЧСА. Здесь, если они работают, значит, все нормально. Никаких границ никто закрывать не будет. Поэтому не делайте из мухи слона. Дальше. Значит, следующая новость, вторая новость, она уже более приятная. Я понимаю, что она тоже там составляет разные нюансы, разные версты населения могут трактировать тоже все по-своему, потому что кто-то пишет, что это плохо, кто-то пишет, что это хорошо. Не знаю, честно, я знаю одно, что будет хорошо только в том плане, что увеличится сумма выплат и для обычных работников и значимые суммы получатся в плюс. Это очень круто и очень приятно. В дальнейшем как это все будет сказываться на здравоохранении, точнее, на налоговых всяких льготах, пакетах и так дальше, я не знаю, я не политики, не буду это говорить, но знаю сразу, что по той же табличке, которую я выставил в сообществе на ютубе, там сразу видно, какая зарплата была, какая зарплата будет и что реально получается из всего этого. Да, бюджет идет в минус 90 миллиардов крон в 2021 году за счет принятия этого налогового пакета, но я вам так скажу, в общий бюджет в минусах 320 миллиардов они принимают, они его приняли и ничего страшного, то есть это нормальная практика, вот опять же, я не буду судить, рассказывать как, что, куда, вот, потому что я не в праве это комментировать, я, возможно, конечно, что-то знаю, но не все знаю, о чем могу говорить и озвучивать, так что такая вот ситуация, такая система, вот, но самое важное, что этот закон приняли, здесь теперь 15 процентов налог будет с грубой мзды, то есть с грязной зарплаты, супергрубую отменили вообще, 13 лет она просуществовала, ее убрали, все ее не будет, и 23 процента будет налога с зарплаты 140 тысяч и выше, ну, опять же, там есть свои стороны, все плюсы и минусы, кто-то говорит, что это, еще раз повторюсь, хорошо, кто-то говорит, плохо, для обычных работников это хорошо, это 4,5 миллиона работников увидит и узнает, что это реально плюс от 1000 до 2500 ихнего заработка, потому что они не будут зарабатывать на обычных работах свыше 50-70 тысяч крон грубой мзды, ну, это факт, а там, конечно, посмотрим, ждем, следующее это, опять же, принятие решения по ужесточениям, чтобы понимать, потому что для чего это нужно в Новый год, стоит нам рыпаться, куда-то выходить, даже на улицу, нежелательно выходить, потому что полиция, опять же, за всем этим следит, опять же, будет количество собирающихся людей вместе, имеется в виду на улице, то есть, если сейчас действует правило 6 человек максимум, можно вместе собираться по четвертому уровню ПЭС, то там будет, возможно, 2 или 3, то есть, это чисто семья и все, то есть, такая вот тема, ну, посмотрим, ребят, что там будет в реальности, за всем этим следим, кому, опять же, интересно, смотрите, поддерживайте, лайкайте, если это интересно, делитесь своим мнением, делитесь своими впечатлениями, делитесь своей информацией, может, кто-то больше чего-то знает, я не спорю, то есть, тут не важно, откуда будет информация, главное, чтобы она была корректная и правильная, а не просто какой-то понос шел, вот, и я понимаю, что сейчас этот 20-й год, такой год новостей, потому что очень много событий происходит, но важно быть хотя бы чуть-чуть в курсе этих новостей, в курсе этих событий, чтобы просто в дальнейшем потом не быть обманутым, и не прийти на работу, вас там по полной окутали, влупили, и все, а потом приходите, блин, а что, а что мне не платят ту или иную зарплату, почему одни получают одно, а другие другое, потому что надо знать хотя бы какие-то минимальные законы и минимальные правила трудоустройства, не бояться спрашивать у ваших бухгалтеров на ваших работах, я уверен, кто легально работает здесь, то все должны общаться с бухгалтерами и понимать по выплатным паскам хотя бы задать вопрос, что это такое, за что с меня снимается, сколько снимается, опять же, есть гугл в помощь вам, калькуляторы, все это бесплатно, зашли, посмотрели, все, ввели свою грубую мзду, посчитали вообще без всяких проблем, то есть это все работает, поэтому вот такая информация, которую хотел поделиться с вами, хотел бы быстренько, она затянулась, конечно, чуть-чуть надолго, вот, так что, ребят, увидимся уже в новых выпусках, надеюсь, информация была для вас полезная, вот, ну, а дальше уже будем следить за всей этой информацией и делиться с вами, так что увидимся в новых, еще раз повторюсь, выпусках, в дальнейших всем благ, всем здоровья, всех с наступающим католическим Рождеством, кто его отмечает, ну, и с наступающим Новым Годом, увидимся дальше, все, удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok